В эфире программа Иванова Ньюс Телеверсия. Главные и самые обсуждаемые новости информационного интернет-портала телекомпании. Ответы на важные вопросы, ваши жалобы на работу властей, актуальные интервью, видео жизни региона. Сегодня в выпуске. Один регион, два фронта заражений. В Ивановской области острые респираторные инфекции заражаются на порядок больше, чем коронавирусом. Из зимы в зиму текстильщик уехал в теплые края, но и там поля очистят от снега. Обещают, что подготовке к сезону это не помешает. Бегом из офиса. Каждая десятая Ивановская компания распустит своих сотрудников по домам. Только вот работу для них отменять не собирается. Деньги вернули и слава богу. Почему собственникам по большому счету наплевать, что их дома выкинули из программы капитального ремонта? Каждая десятая Ивановская компания уже отправила или планирует сделать это в ближайшее время свой персонал на удаленную работу. А часть сотрудников уже работает в таком режиме в третьей Ивановских организациях. Домой отправляют практически всех желающих, а также тех, у кого для этого есть медицинские показания. Чаще всего к такой стратегии прибегают компании из сферы инфункционных технологий, продажники, бухгалтерские и туристические фирмы, а также юристы. Мерзнем этой зимой, но расплачиваться приходится за прошлое. Уже бывший поставщик тепла приготовил для жителей, что называется, последнее прости. Сравнил свои платежки за тепло с показателями приборов учета и выставил собственникам дополнительную квитанцию. Руководство Ивгортеплоэнерго объясняет, почему должны именно мы, а не нам. Средняя сумма порядка двух с половиной трех тысяч с одной квартиры. В 2021 году зима, если мы вспомним, была очень холодная. Например, средняя температура февраля, среднемесячная, составила ниже минус 15 градусов. Поэтому этот норматива недостаточно. Он оказался меньше, чем показали общедомовые приборы учета по выдавляющему большинству многоквартирных домов в городе Иваново. Поэтому Ивгортеплоэнерго выполнил доначисление. В Ленинградской области продолжаются поиски тела, утонувшей в крещенской проруби Анны Усковой. Напомним, она нырнула в купель и исчезла под водой. Тело женщины ищет уже несколько суток. Поиски начинаются с раннего утра и продолжаются весь день. На месте поисковой операции работают ивановские водолазы из группы «Добротворец». В группе также трое московских специалистов и два человека приехали из Иваново. В поисках задействованы подводные аппараты и инфракрасные камеры, а также два специальных комплекса «Профбуилдор». Куда обратиться жителям дома, если мы подозреваем, что наш сосед имеет явные психические признаки отклонения от привычных человеческих норм? Ну, во-первых, если мы подразумеваем, что человек, с которым мы общаемся, у него есть психическое расстройство, в первую очередь надо обратиться к самому человеку. И сказать ему, знаешь, мне кажется, в достаточно мягкой форме, ты устал, ты нервничаешь, у тебя есть какие-то проявления, которых раньше не было. Наверное, тебе нужно обратиться к врачу. Понятие «психиатр» люди как-то не очень приветствуют, это кажется очень большим, но, например, к психотерапевту, начать к психологу и посмотреть, как человек на это реагирует. Если он говорит «нет» категорично или если его состояние ухудшается, тогда уже мы можем рекомендовать людям обратиться, опять же, в диспансер, описать состояние человека, который вас беспокоит и посоветоваться, что можно сделать. Опять же, насильно человека можно принудить, что ли, получать психиатрическую помощь только в каких-то определенных случаях. Да, эти случаи четко говорили законным. Опасен для себя, для окружающих, беспомощен или дальнейшее промедление грозит ухудшением состояния. Осмотреть человека, вот прямо вот прийти, вот сейчас к нему, чтобы психиатр сел в машину, приехал, можно только в одном случае. Опасен для себя, для окружающих. Да, если посередине полного здоровья, не находясь в состоянии алкогольного опьянения, не находясь в какой-то экстремальной ситуации, это человек начинает бегать с топором, да, это опасен для себя, психиатр поедет. Во всех остальных случаях это через суд, то есть мы должны подать документы в суд, доказать суду, что мы получили заявление о том, что описано какое-то неправильное поведение человека, но и уже суд будет решать, дают ли нам санкции на неправильное свидетельство или нет. К нам в дом принесли квитанции за тепло и за газ только 6 января. Почему так получилось? Это вопрос к представителям почты. Теперь мы вынуждены оплачивать уже с комиссией. Мы ведь все спокойно могли заплатить до праздников и не пришлось бы тратить лишние деньги. Компания «Энергосбытплюс» в сентябре прошлого года неожиданно выставила мне счет за электроэнергию в размере почти 300 тысяч рублей. Ранее счета выставлялись на суммы 2-3 тысячи рублей в месяц. Порядок формирования данной суммы мне неизвестен. Платить 300 тысяч рублей нет возможности. Обратился к ним за рассрочкой. Получил отказ и требование занести хотя бы треть от этой огромной суммы. Но и таких денег нет. Электроэнергию в итоге отключили, хотя дом обогревается электрическим котлом. На улице Морозы. Жить сейчас в доме невозможно. Сам дом без отопления приходит в негодность. Полопались все коммуникации. В городе Юрьевец на улице Осипенко, который день не могут восстановить центральное отопление, в двух домах 34 и 36, в квартирах 8 градусов. Никто не может помочь. Руководство района в отпусках и на больничных. В прокуратуре нет дела. Рабочие приезжали чинить, но починили что-то не то, ошиблись. Это ужас. По поводу островка безопасности на Куконковых. Доколе его будут строить. Чуть ли не каждый день туда приезжает спецтехника с мигалками, но подвижек в работе никаких не видно. Зато из-за этого островка и снега по обочинам проезжая часть сузилась до одной полосы в каждую сторону. Может, нужно было просто поставить отбойник? А если уж взялись за островок, то когда его доделают? Законно ли дорожные строительные работы в январе? Как работает обратная связь? Вы можете позвонить нам по телефону 58-77-77. Операторы колл-центра передадут нам ваше сообщение. Вы можете написать нам через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Сообщением на телефон 8-962-162-5877. Или написать нам на сайт ivanovanyus.ru в разделе «Контакты». В Ивановской области взлет заболеваемости коронавирусом соседствует с новым этапом эпидемии ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Ивановской области заболели респираторной вирусной инфекцией 10 090 человек. Почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. В Иванове ситуация не легче. За неделю заболели ОРВИ 5237 человек. Это также в два раза больше, чем год назад. При лабораторном обследовании определялись вирусы негриппозной теологии. Аденовирус. Редактор субтитров А.Семкин Один из важных инструментов, их у нас несколько, для привлечения инвесторов, для создания рабочих мест. Она точно внесет свой вклад в решение самой важной проблемы нашей Ивановской области. Это доходы людей, рабочие места. Нам осталось с вами просто добиться того, чтобы как можно быстрее у нас появились новые рабочие места и в городе Иваново, и в Родниках. Федеральный закон позволял давно, но Ивановская область стоически держалась. Все последние годы тратила деньги Фонда капитального ремонта на дома, которые легче снести, чем латать. Но ежегодные планы постоянно срывались. Собранных средств катастрофически не хватало. И вот теперь только за один год из списка исключили шесть сотен домов. И это только начало. Будущие экспертизы поставят крест еще на многих объектах. А что делать собственникам таких строений? Выясняем в программе Актуально. Происходит просто некоторое приведение программы Фонда капитального ремонта в соответствии с действующим законодательством. Жилищный кодекс и раньше позволял нам исключать эти дома. Просто в октябре 2020 года было принято решение, что мы это все как бы вносим и в наше областное законодательство. В 51-й областной закон был внесен, внесены вот эти два условия, при которых фонд может исключить дома. Это при 70% износе основных элементов и при превышении стоимости ремонта, предельной стоимости, которая указана в программе региональной. С этого времени, в 21-м году, мы начали как раз эти дома исключать. На данный момент было исключено, на 1 января 2022 года было исключено 635 домов. Из них 294 дома это по износу 70% основных конструктивных элементов. И 341 дом это по превышению предельной стоимости. Мы, конечно, приводим программу вообще к здравому смыслу. Потому что в программе не должны находиться дома, которые не обеспечены деньгами. И второе, дома, которые практически находятся в аварийном состоянии. Ну, это просто абсурд, когда формировалась программа в 2014 году, муниципалитеты на тот момент включали в нее вообще все подряд. У нас были, я уже говорил несколько раз, когда уже были дома, которые просто сгорели. Там один фундамент. Самого дома нет. А почему они сегодня так поступали? Они просто банально, у них не хватало времени и желания обойти все вот эти объекты. Да, мы, Ивановская область была самая первая область, которая вот эту программу капитального ремонта реализовывали с фондом капитального ремонта, именно с оператором. И поэтому, я думаю, что не было ни знаний, ни каких-то, может быть, предвидений ситуации, которая могла быть. И вот, ну, как сложилось, так сложилось на тот момент. А почему мы бы терапились? Мы на федеральные деньги все рассчитывали? Мы рассчитывали на федеральные деньги, и федерация, в принципе, на тот момент обещали эти деньги. Но, как всегда, получилось так, что все это осталось на откуп региона. Обещали 10 рублей, дали рубль или вообще ничего не дали? Вообще ничего не дали, и вот программа формировалась так, как она сформировалась. А теперь нам приходится самим проводить оценку эффективности этой программы путем проведения технического обследования этих домов. Когда мы признаем аварийными тот или иной дом, то жители имеют совершенно спокойное право взять у нас это заключение в фонде капитального ремонта и выйти на межведомственную комиссию у себя в муниципалитете с признанием дома аварийным. Потому что у нас эти программы по расселению жилья, они периодически у нас на уровне федерального, на федеральном уровне они у нас проходят. И у нас, например, сейчас следующая программа будет эти дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2021 года. И надо сказать, там всего 80 домов. Да, а вы уже, по-моему, сказали, что около 300 домов, где, собственно, предельная эта стоимость, они как раз ведь аварийными... Нет, не предельная стоимость, 295, которые, 24, которые, вот именно предельная стоимость, это там, например, если, например, дом, условно говоря, собирает за всю программу, например, полтора миллиона рублей, а стоимость совокупная, например, 3 миллиона рублей. То есть нехватка полтора миллиона, и в данном случае мы предлагаем людям, пожалуйста, мы можем не исключать этот дом, мы можем его оставить в программе, но с небольшим увеличением вашего взноса за квадратный метр. Сейчас это 6,97 на 22-й год, то есть там где-то порядка 2-3 рубля плюсом это будет прибавляться, но это, по крайней мере, точно обеспечит им ремонт и не исключение этого дома из программы. Слушайте, вы доводите, друзья, эту информацию? Да, мы доводим, конечно. Мы доводим эту информацию, мы стараемся это доводить. Во-первых, это знают, мы наводим, в соответствии с законодательством, мы это все доводим до муниципалитетов, до управляющих компаний. Мы постоянно, у нас вся эта информация содержится на сайте и фонда капитального ремонта и департамента ЖКХ. Вот спасибо огромное телекомпании БАД, что они тоже освещают эту проблему и тоже это муссируется, тоже это, пожалуйста, видно. То есть вы спокойны внутри. Вы знаете, что люди тоже знают о вариантах их будущего такого. Конечно, конечно. Но от них какая-то реакция идет? К сожалению, пока жители больше склоняются к тому, что если дом исключается из программы, они получают деньги и на этом практически обратная связь заканчивается. Они получают. Мы в 2021 году выплатили практически 35 миллионов рублей и обратно вернули. То есть, как ни странно, для них это замечательная новость. Ну, если мы помним, да, 2014-2015 год проходил под таким лозунгом, что капремонт это вообще не стоит никуда включать, не надо нас включать, мы и сами с усами. Ну, а сейчас наоборот, когда видят, что капитальный ремонт действительно работает, фонд делает действительно неплохо ремонты свои и в 2021 году у нас вообще не было ни одной жалобы на качество ремонта. Поэтому люди ведь понимают, что после капитального ремонта можно реально получить улучшение своих каких-то жилищных условий. А если уж не получилось, то вернут деньги. И вы их возвращаете. Мы их возвращаем. Без заявительный характер это носит, можно совершенно спокойно обратиться в фонд капитального ремонта или в собственную администрацию. Мы сейчас, для того, чтобы просто проводить техническое обследование домов, мы сейчас привлекаем и подрядчиков, которые выходят на лод. Прежде чем выйти на ремонт того или иного дома, они должны нам прежде всего предоставить техническое обследование. После этого только этот дом происходит дальнейшее его составление сметы и прохождение ремонта. Я говорил уже про такой регион, как Тула. Там всего 110 домов ремонтируются в год, потому что они не стали самыми первыми. Они посмотрели, какие шишки набивают остальные регионы и включали только те дома, которые действительно а. обеспечены деньгами, взносами до конца программы и б. которые не являются аварийными. Вот и все. И у них теперь они ремонтируют только дома, которые действительно обеспечены, которые есть смысл вообще ремонтировать. Вот только именно эти дома и остались. А все остальные дома, они или самостоятельно как-то деньги собирают, или это управляющие компании текущим ремонтом делают. На северной железной дороге в этом году будет капитально отремонтировано 13 железнодорожных переездов. Шесть из них располагаются в Архангельской области, пять в Ивановской области и два в Республике Коми. В нашем регионе будет произведен ремонт переездов на станциях Текстильной и Вичига, а также на перегонах Шарыгина-Савина, Горкина-Вичига, Фурманов-Волгореченск. На переездах заменят резино-кордовые настилы и сигнальные дорожные столбики. В границах переезда засфальгируют проезжую часть, заменят дорожные знаки и нанесут размывку. Ивановский текстильщик улетел на подготовительный сбор в город Крымск Краснодарского края. Этот этап подготовки продлится до 5 февраля, а затем в планах команды еще один сбор, на этот раз в Турции. С погодой пока не очень везет. Накануне в этом районе прошли сильнейшие снегопады, но принимающая сторона все-таки смогла подготовить тренировочное поле. В состав текстильщика включено 20 футболистов плюс еще 3 игрока, которые находятся на просмотре. Среди них лучший бомбардир ФНАЛ-2 Алексей Рогов из Долгопрудного. Нападающий на колотил уже 15 мячей в 20 матчах. Опытный 30-летний игрок считается настоящим универсалом. Хорош на обоих флангах атаки, в нападении также может сыграть и на острии. В Ивановской области расширит работу волонтерского штаба «Мы вместе». Сейчас волонтерам поступает до 50 заявок в день, однако ожидается, что в ближайшей неделе это число увеличится в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Идет до набора молодых людей, чтобы в ближайшие дни нарастить численность волонтеров до полутора тысяч человек. Сейчас в Ивановской области работают 27 муниципальных штабов. Волонтеры помогают пожилым людям приобрести продукты питания, лекарства, в том числе и рецептурные, оплатить коммунальные услуги, решить другие бытовые вопросы. Также по заявкам поликлиник добровольцы развозят бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом. Федеральная горячая линия волонтерского штаба по оказанию помощи людям, соблюдающим самоизоляцию, 8 800 234 11. Напоминаем, что звонок бесплатный. У нас на карантине по коронавирусу находится 321 класс в 113 школах. Хотел бы напомнить тактику наших действий. Если мы выявляем ребенка с коронавирусом либо с подозрением на коронавирусную инфекцию, то накладывается двухнедельный карантин на класс в случае, если диагноз подтвержден, и карантин на 3 дня в случае, если поставлен диагноз подозрение на коронавирус, за эти 3 дня медицинские работники должны уточниться с диагнозом и либо его подтвердить, тогда продолжается карантин, либо снять, тогда, соответственно, класс может вернуться к своей обычной работе. Пока мы считаем, что методология, которой мы пользуемся в школах, дает свои результаты и, в принципе, работает эффективно. Решение по общему карантину не принято, поэтому пока будем по-прежнему водить на карантин классами. Но, естественно, все будет зависеть от ситуации, в том числе, нами получен, если вы помните, в конце октября, начале ноября, опыт так называемого детского локдауна, когда за счет этих мер удалось резко снизить заболеваемость, то есть, как мера, детский локдаун с точки зрения эпидемиологии эффективен, но хотел бы подчеркнуть, что это решение должно быть принято своевременно. Пока предпосылок для такого решения нет. И здесь хотел бы еще что сказать. Нужно очень ответственно относиться к соблюдению вот этого школьного карантина. Он не для того, чтобы как бы сидеть дома и ходить по многочисленным кружкам и секциям, на которые наши дети ходят. То есть, карантин, он подразумевает изоляцию от других коллективов. Поэтому вот здесь родители и школьники должны четко понимать, почему это делается и как себя нужно правильно вести в этот карантин. Потому что такие случаи, к сожалению, бывают, когда ребенка будет в карантин, он посещает кружки и секции, потом у него выявляется коронавирус и дальше по доп. образованию он распространяется. Поэтому надо вот сдержаться от этого. Магазинную воровку привлекают к ответственности сотрудники Ивановской полиции. Задержанную за кражу женщину ловили на аналогичных криминальных похождениях уже несколько раз. У меня там на 2,800 примерно взяла товара и ушла. Меня даже не поймали. Куда дела похищенные? Ой, по барам продала за копейки. Полный пакет пьяная. Хожу в бар, а там все как-то херня. Подозреваемая в кражах женщина нигде не работает. Она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. О своем криминальном прошлом рассказывает так. Литиян, сама-то судима? Да, я 15-го последнего 4 раза я судила. За какие составы преступления? Первая 19 квартир выставила в 21 год. Набрала бригаду и была все боксеры и я врагам мстила своим, которых я лично знала. Дверь ломаем, они на работе, я же знала, 19 квартир. Я говорю, ребята, заходите, берите, что хотите. Пугают кокоду всякую ерунду. Брали золото и все. За квартирные кражи, судима? Да. Женщина злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учете в наркодиспансере. Чтобы как-то прожить, промышляет мелкими кражами. Вот такой толщины и вот такой крестьяр. 100 грамм золота. Ручная надпись, ручная работа. А мне мама сказала, Таня, если золото сразу продавать, а мамар не возьмут, нужен паспорт. Что делать? А цыгане-то знакомые мои, сколько повез-то? Они взвесили 100 грамм золота, проверили специальным предметом, вот берем его за сколько? Ну, говорит, тебе хватит тысяч так 10. Я конечно. Сотрудникам полиции женщина признается, что живет в основном за счет магазинных краж. Похищенные сбывают в городских барах. Ворованное продают по очень низким ценам любому, кто не гнушается брать краденое. А я уже не помню, где и брала-то, а потом вспомнила опять, заходу по барам, они мне все по дешевке скупают за копейки. Сейчас сотрудники полиции работают с задержанной и проверяют ее на причастность к совершению ряда нераскрытых краж. В частности, пытаются выяснить, имеет ли отношение фигурант как в серии краж мобильных телефонов, что она сама категорически отрицает. Ты обычная пена. А я пришла к Леве, договорилась, они так мне сказали, договорилась, я, Лева, я хочу у тебя в баре барменом работать. На самом деле, я воровка и проститута. Барменом. Так написала. Телефон отобрала? Нет, конечно. И у Левы не работала? Какой Лева меня возьмет в бар, если я пьян чушка? Так ухожу и пить эти, как в бренде. Шестой тур Чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге Б прошел в Череповце. Наша команда Шуяночка в своей группе встречалась с командами из Рязани и Пензы. В четырех матчах одержали три победы, что позволяет сегодня занимать седьмое место в общей турнирной таблице. Предварительный этап Чемпионата России состоит из восьми туров, а финальный этап первенства страны по волейболу среди женщин в высшей лиге Б намечен на март-апрель будущего года. Тренируется Шуяночка под руководством тренера областной спортивной школы номер 5, президента региональной федерации волейбола Алексея Скалобанова. Вторая стоматологическая поликлиника. Там установили электронную проходную, турникет. Теперь работа полностью парализована. Очередь в регистратуру по 30 человек. Каждого оформляют по 20 минут. Дают человеку карточку, чтобы он приложил к этому турникету. Настоящее нарушение антиковидного регламента. Месяц дозванивались до социальной защиты. Наконец получилось. Но трубку взяла девушка, которая курирует вопросы по городу Кохма, хотя сидит в офисе по адресу Иваново-Строительная 5. Мы попросили контакта ивановского специалиста, но она нам отказала. Просто бросила трубку. Как же так? Нам надо срочно продлить субсидии. Но мы теперь вынуждены опять днями дозваниваться. Муж ездит кататься на лыжах в парк Харинка. Не очень давно там сделали автомобильную стоянку вдоль дороги для посетителей парка. Но теперь эта стоянка постоянно забита машинами, причем в будние дни. Понятно, что мест нет в выходные, но в обычные дни. Уверены, что там оставляют свой транспорт работники текстильного предприятия, которое находится напротив парка. Причем муж специально обратил внимание, в самом парке людей в будни почти нет. Он не смог поставить машину, и ему пришлось уехать. Вынуждены обратиться за помощью, так как отчаялись получить ее по месту жительства. В Шуе в районе пенсионного фонда бегает огромная стая собак, штук 15. Многократное обращение по поводу большого количества опасных собак, которых хозяйка выпускает на самовыгол, ни к чему не привели. Собаки находятся на самовыголе 90% времени, так что вряд ли можно назвать их домашними. Они бегают по всему району, и люди боятся ходить мимо них. Они набрасываются, огрызаются, чувствуют себя хозяевами. С собакой не погулять во дворе. Кошек всех загрызли. На детской площадке опасно гулять. Женщина гуляла с детьми, и они начали агрессивно себя вести. Спас перцовый баллончик. Редактор субтитров А.Семкин